почему аккумулятор выделяет пузырьки газа при саморазряде потому что если у вас разряжается саморазрядом какой-нибудь из шести аккумуляторов аккумуляторной батареи проще сказать одна банка разряжается то соседние банки начинают заряжать банку отстающие потому что в процессе саморазряда напряжение на отстающей банке падает и так как у соседних банок напряжение больше чем у отстающей они начинают ее заряжать а так как банка отстает ток который дают ей соседние пластины оказывается немного лишним который опять же тратится на разложение воды в процессе электролиза и вы видите при повышенном саморазряде аккумулятора выделяющиеся по одинокие пузырьки воздуха в электролите ну то есть не воздуха а водорода и кислорода как с этим борются производители аккумулятор на заре когда аккумуляторы были еще юными их ней решетки делались из свинца но так как свинец хрупкий и очень плохо отливается формах в него добавляли сурьму а сурьма в свою очередь является таким фактором который повышает такое явление как электролиз воды то есть способствует это электрохимическому процессу разложения воды на водород и кислород решетки пластин разрушаются если аккумулятор долго кипит свинец решеток при этом окисляется кислородом который выделяется при кипении аккумулятора окисленные решетки становятся хрупкими и вот у тех кто подписан на этот канал должно возникнуть явление дежавю потому что где-то они это слышали правильно я об этом говорил в видео где устраняли мы саморазряд аккумуляторной батареи и тогда я говорил не оставляйте надолго аккумуляторную батарею со слитым электролитом или дистиллированной водой потому что свинец пластин вступает химическую реакцию с кислородом который находится в воздухе при этом окисляется и очень дико греется была там у меня такая фраза кто подписан тут помню кто подписан вообще молодец так вот при кипении аккумулятора происходит тоже пластины окисляется но окисляется они кислородом не из воздуха а кислородом который выделяется в процессе разложения воды на водород и кислород а так как кислород у нас образуется на положительных пластинах на плюсовых то если вы разберете совершенно старый аккумулятор то обнаружите что решетки положительных пластин полностью в прах разрушены а решетки отрицательных пластин находятся в отличнейшем состоянии вроде как новые и почти как из магазина и так как при кипении решетки пластин окисляется то свинец нагревается как я сказал раньше и вот потому при кипении аккумулятора электролит повышает свою температуру чтобы уменьшить явление электролиза воды изначально производители начали добавлять состав свинца меньше сурьмы и в то время писали на аккумуляторах содержит очень мало сурьмы или бессурмянистые аккумуляторы теперь же на данном развитии аккумулятора строения начали применять другие составляющие а именно всем известный кальций то есть появились кальциевые аккумуляторные батареи и самые новые уже кальций его серебряные кальциевых аккумуляторных батареях сурьма заменена кальцием и свинцово кальциевый сплав не вызывает разложение воды вернее сказать все равно электролиз в некоторой степени будет но не такой сильный если бы в пластинах была сурьма и вот потому что свинцово кальциевый сплав не вызывает такого сильного разложения как сурьма на таких батареях возможен заряд при немного повышенном напряжении потому что обычные аккумуляторы начинают закипать при напряжении 14 и 4 вольта и чем больше вольт вы дадите при заряде тем сильнее будет разложение воды тем сильнее будет кипеть аккумулятор именно поэтому свинцово кальциевый сплав применяется в батареях которые не обслуживаемые но если вы думаете что обслуживая аккумуляторы можно заряжать при напряжении 16 вольт то флаг вам в руки заряжайте заодно вы его быстрее убьете потому что не так они немножко заряжаются заряд кальциевых батарей при напряжении 16 вольт это еще один аккумуляторный миф и если система заряда вашего автомобиля не способна поддерживать постоянное напряжение заряда аккумуляторного батареи в пределах 14-4 а такие системы есть на очень старых автомобилях то такие очень старые автомобили вам ставить кальциевые батареи противопоказано это выброшенные деньги на ветер он у вас там долго не проживет вода в процессе электролиза разложится плотность электролита вырастет аккумулятор засульфатируется и вы ему ничего не сделаете потому что этот аккумулятор не обслуживаемый потому на таких старых автомобилях такие аккумуляторы применять не нужно купите обычный старый добрый свинцово-сурмянистый или хотя бы гибридный аккумулятор вот такое вот видео понимаю что мало кто что понял пересмотрите еще раз но если вы не понимаете почему у вас кипит аккумулятор и с чем это связано то в аккумуляторном деле вам делать нечего это азы фундамент и это надо четко понимать что такое электролиз воды но если вы этот процесс поймете то вы поймете все процессы которые происходят в аккумуляторном батарее на 70 процентов можно сказать уже почти стали аккумуляторщиком осталось там некоторые нюансы и все вы готовы специалист всем удачи подписывайтесь чтобы это стать аккумуляторщиком